вот видите запись пошла видно все теперь запись идет уже я сейчас вот снимаю где я нахожусь у краевого суда я вот здесь внизу встану только чтобы я попадал в рамку ничего не наде не нажимать нигде руху просунуть не увеличит вот это вот увеличит может не надо просто руку просунете туда чтобы не упасть так больше ничего нигде не нажимай вот это вот она будет включиться все включено так да включено значит сегодня у нас одиннадцатый число я нахожусь в суде и тут понес пригласитель 25 лет я проходил по этим ведомствам несколько раз в восемьдесят шестом году последний раз краевой суд меня судей а восемьдесят седьмом вышло постановление президиума горловина совета состав о помиловании реабилитация помиловании 210 политопрещенных вышли а уже в девяносто втором полная реабилитация с возвращением и все что похищено было я создал самую крупную как считают в мире духовный фанатер и суд подсчитал что должны они мне вернуть теперь на 11 миллиардов и миллионов миллиардов ну те недоминированные деньги но и вот суд то так то так решает я пришел поблагодарить бога суда с какой целью и вот и уже все утвердили тут пашков был председатель краевого суда генерал-майор и ну ничего нельзя сделать гражданский верховный суд не рассматривает у меня рассмотрел потом не пошел это я как был здесь благодарность пришел подождать сказали ну снимать все ровно так вот снимать смотрите мы для телевидения готовят это благодарность суду как обходили но я понимаю что это на здание суда это здание суда везде снимаем прокуратуру сняли везде где проходили но я вам еще раз говорю я понимаю вас только не нажимайте и в 87 вышло помилование всем политзаключенным и дальше шел в суд вы можете отойти вон туда куда-нибудь там нет здесь на крыльце нельзя снимать а табличку одну только только что я тут был ну лично зачем на себя брать нельзя снимать это не военный объект это он придумывает этого нет нигде это не просто не знает где применить свою власть подошли запрет там где запрет это забор военный завод здесь нет запретов нигде вы вот я был освобожден и был суд и суд это шел 11 лет я его выиграл благодаря краевому суду хорошего отношения было и верховный суд ссср еще был он отменял все бывшие и мы получили все что положено было я пришел с благодарностью сегодня и отдал приглашение сюда у нас 25-летие восстановление деревни на хорошее отношение вот это вот фсб тоже в прокуратуру занес следующее воскресенье у нас будет как раз торжественное собрание приезжает петрополит очевидно я благодарен богу что я вышел живой живой это все благодаря тому что господь слышал наши молитвы на хорошее отношение с краевыми меня я это случайно прохожу да да попросил я и вот на сегодняшний день мы не имеем претензий никому ничего нет у нас запрета то нет никакого на это тактика сюда маленько туда я покажу как здесь у нас было здесь памятник стоит ленину вот я более крупный вот здесь памятник у меня там стихотворение на эту тему было написано вот проверяет а на самом деле здесь ничего секретного нету это я спросил прокуратуру там где горит мне это разрешение да никакого давать на это не надо мы снимаем на улице запрещение никакого на это нет ну теперь да что никого нет придется одному говорить уже что краевой суд был вот здесь он у меня 80 тогда он был в другом месте это бывший крайком партии ну вот так вот это господь милостивый так сделал что я освободился здесь вот ну и попутно показать здесь что у нас здесь приглашение видно будет или нет вот большое здание говорят строили это японские заключенные я вышел сюда сегодня поблагодарить бога как меня господь удивительно спас и вот все везде отменяли отменяли что здесь справедливо судили и только президент верховного совета ссср сказал что все беззаконно было и по новой начали все решение и мою пользу ну конечно вы решили только одну двухсотую часть и даже это рассчитывается было нечем нечем рассчитывается и тогда мне придло я предложил им рассчитать цене движимость это два домика ползунова 6 приехал мэр города мэр города баварина владимир николаевич он входил в десятку лучших мер в российской федерации это очень хороший человек был погиб в авто катастрофе мы как здесь тоже губернатор погиб вы знаете кто евдокимов михаил сергеевич вот это здание раз два три четыре я тут был когда мне было лет шесть мой отец инвалид войны второй группы без руки и счета там у отца было непонятно что это такое вот это российский наш триколор флаг как я его люблю лучшего в всем мире нету нижняя полоса рождения в крови синее небо и белый престол божий в таком порядке как все есть смотрите здесь проходить нельзя и говорят что суд если утверждено здесь то по гражданским делам верховный суд как правило почти не отменят это была российская федерация потом советского союза я сейчас иду в кгб вон там серое здание на той стороне видать 30 видимо здесь 25 не так говорят между ними тоннель есть но это не между делом но господь благословил и там нашлась какая-то амелина призыве верховного суда ссср и она повелела начать все сначала а по новому начале и все выиграла ну путали везде сколько стоит запись одного часа по окрестным столичным городам кемера везде мы были и везде выдрали эти приказы и убрали одни корешки торчат платить не 2 рубля 11 миллиардов это не игру не игровая была сама за этим следили здесь и за рубежом это вот мы идем в барнауле вот этот центральный называется проспект ленина какое отношение к ленину имеет тоже все это под вопросом вот эти как красиво в городе а это памятник стоит тоже ему и там дальше еще совинка прямо неё он от крайком это отвернулся ставили-то при крайкоме крайком воде крайком партии теперь краевой суд а памятник стоит у него голова повернута в другую сторону совсем вот он просто отвернулся он никакого отношения к не искать не имеющего так отпускаете людей это надо живьем было всех их землю закапывать я понимаю что он хотел сказать мы вот я иду сейчас переходить надо будет на ту сторону и вот на той стороне вот отсюда видно тоже боятся чтобы их не снимали всего боятся не знаю вчера я был сейчас туда идут фсб алтайского края вон на той стороне серые большое здание тут памятник этому дзержинскому стоял около воды края а потом его сюда перенесли им отдали видимо это поближе все таких вчера я был прокуратуре воды а сегодня в суд пошел и еще раз возвращается фсб этот не договорился раз ними маленький по связи с общественностью никого нету и не знаешь секретарю отдаешь а дойдет не дойдет это приглашение господь силен подправить все видите какие магазины у нас вот какой страх на людях идешь по проспекту и нельзя снимать здание краевого суда это все отрыжка это коммунистического людоедства страхи везде жуткие страхи были вот ближе подхожу и тоже запретят вчера тоже запретили так отхожу пока